Дом – это то место, где всегда уютно и тепло. Это то место, куда хочется возвращаться снова и снова. Именно об этом мы сегодня и поговорим. В эфире программа «Про все». Здравствуйте! И первая тема, которую мы хотели бы поднять – это строительство своего дома. Существует стереотип, что этот процесс зачастую выходит в очень солидную копеечку. Так вот, в нашем следующем сюжете мы хотели бы развеять этот миф. Если вы всегда мечтали о своем доме, но были убеждены, что это неимоверно дорого, то мы спешим вас обрадовать. Современные технологии строительства позволяют построить частный дом за весьма небольшую сумму – 3-4 миллиона рублей. Но не стоит забывать, что к этой сумме нужно добавлять стоимость участка и различные сопутствующие строительные работы. И чтобы не быть голословными, мы обратились к экспертам в области строительства. Смотрите, ну вот участок, если взять стоимость участка, мы не берем суперэлитные наши районы там и, опять же, самые выселки. Вот. Участок, чтобы был свет и вода, он где-то в районе миллиона стоит. Плюс-минус чуть-чуть может быть. Забор, земляные работы, фундамент и непосредственно сам дом полностью с отделкой до того состояния, когда вы можете счастливо расставлять мебель, вот, и создавать уют. А все это дело стоит примерно 7 миллионов 100 тысяч вместе с землей. Вот. Если взять квартиру, ну тут к вам вопрос. Сколько сейчас стоит квартира в городе квадратным метром? А ответ на этот вопрос следующий. В среднем квартира с такой квадратурой обойдется в 9-10 миллионов рублей. Но тут возникает еще один вопрос. А что же дешевле в обслуживании – дом или квартира? Где-то даже чуть дешевле, потому что, ну, квартплата за квартиру 110-120 квадратных метров, она начинается там от 10 тысяч, наверное, и выше. Плюс еще ДСЖ, всяческие сборы, и в зависимости от элитности того или иного дома, там, консьержи, не консьержи, это все тоже оплачивается. То же самое, в принципе, и в загородном доме. Только расходы, допустим, на электричество, они ниже, чем общие коммунальные расходы по дому. Итак, подведем небольшие итоги. Причем помните, что мы называем средние цифры. Обзавестись домом с участком вам обойдется примерно в 7 миллионов рублей. Ежемесячное содержание дома – 6-7 тысяч. Далее решение за вами. Ведь есть такие факторы, которые неизбежно привязывают нас к городу, и дело здесь уже не в стоимости дома. Ну, прежде всего, это любовь к городской жизни. То есть, вот человек, он чисто городской человек, и вот ему, ну, вот, все, что касается земли и природы, это вот как бы так вот лучше в телевизоре. Вот, ну, тогда никуда от города не денешься. Если маленькие дети, если маленькие дети, близость садиков, школ и нет возможности возить, то есть, ну, это тоже такая небольшая проблема. Хотя во многих поселках вот сейчас этот вопрос решается. Там школу автобусы возят, там детские сады развозят. То есть, это тоже комплексно подходит. Жизнь в своем доме – это совершенно другая философия. Дом теперь не ограничивается стенами квартиры. Однако у многих людей есть несколько романтичное и далекое от реальности представление о жизни в своем доме. Один из заказчиков, мы уже давно с ним сотрудничаем, он уже 10 лет в доме живет. И я к нему привожу, значит, на экскурсию человека, молодой парень, говорит, ну, я построю сейчас вот дом, буду тут фигарой возле камина. Он говорит, да ты что, ну, это не так. Я приезжаю, ты думаешь, я вот сел на шезлонг и все. Да нет, я взял грабли, там собрал листья. Здесь у меня грядочки надо поправить, и я весь вечер шевелюсь. Но зато вечером ты не представляешь, какой это кайф. То есть, ты садишься, и вот ты дома. Если вы готовы променять размеренную жизнь в квартире на постоянную заботу о своем доме, но при этом получить взамен совершенно иной, поистине прекрасный формат жизни, то вперед. Не бойтесь и воплощайте мечты в реальность. Тем более, что мечта вполне себе финансово доступна. После того, как строительство дома завершено, многие задумываются о постройке красивой и качественной бани. Ведь наша русская душа иногда просто требует попариться в баньке, особенно если она находится в шаговой доступности. Баня у многих еще по-прежнему ассоциируется со старинной постройкой на скорую руку, как это было в советское время. Но современные бани – это настоящий рай для любителей попариться, начиная от внешнего вида внутреннего убранства и заканчивая качественными характеристиками. В нашем городе есть магазин под названием «Деревянный дом», где вы сможете приобрести абсолютно все, что нужно для создания красивой и долговечной бани, а также для внутренней отделки домов или коттеджей. Уже не первое столетие именно дерево является одним из популярных строительных материалов. Деревянная баня – это традиция, которая передавалась из поколения в поколение. Именно из дерева строили бани еще сотню лет назад. Несмотря на десятки современных строительных материалов, дерево остается самым востребованным и престижным вариантом. Сосна, липа, лиственница – вот основные виды древесины, которые используются при строительстве и отделке бани. Деревянный дом предлагает широкий ассортимент высококачественной продукции из цельной древесины. Но строительство бани подразумевает не только использование дерева. Здесь вы также найдете абсолютно все необходимые комплектующие. Банные печи из чугуна производства России и электрические печи-каменки финского производства. Камины, двери, все, что нужно для строительства лестниц, мебель и колоритные аксессуары для бани. Это и керамические часы ручной работы, шайки, ушата, лежаки, купели, светильники, декор для стен и многое другое. Особое внимание хочется уделить камням для закладки в печь. Ни в коем случае не используйте камни с неясными свойствами и происхождением, поскольку при нагревании они могут выделять опасные для здоровья вещества. Малиновый кварцит, жадеид, неприт, фарфор – вот прочные, долговечные, полудрагоценные камни, которые не впитывают влагу, обладают высокой теплоотдачей и целебными свойствами. Опытные сотрудники компании «Деревянный дом» помогут вам подобрать нужный материал как для строительства бани, так и для внутренней отделки дома. А еще здесь вас ждут низкие цены каждый день. Такая концепция позволяет клиентам приобретать качественные материалы по приемлемым ценам. «Деревянный дом». Подарите себе атмосферу уюта и тепла. Как поддерживать чистоту и уют в доме, но при этом не тратить на это много времени, об этом задумывается каждая хозяйка. Поэтому мы собрали для вас самые популярные лайфхаки по уходу за домом. Мы приготовили для вас несколько полезных лайфхаков по уборке. Мытье полов – это чуть ли не самая важная ее часть. Но если об этом знают все, то о том, как правильно мыть ту или иную поверхность, большинство хозяек даже не догадываются. Например, влагостойкий ламинат лучше мыть горячей водой температурой до 90 градусов. Для того, чтобы не оставалось разводов, добавьте в ведро воды 200 миллиграммов уксуса. Мыть нужно обязательно тряпкой из микрофибры вот такими плавными движениями. В итоге горячая вода моментально испаряется, не оставляя разводов. Если же вы пользуетесь шваброй с автоматической подачей воды, то для мытья ламината подойдет следующий рецепт – полстакана обычного спирта на 2 литра воды. И в ваших руках прекрасное средство для мытья полов. Это просто, быстро и главное не остается пятен и разводов. Линолеум же, в отличие от ламината, неприхотлив в уходе. Теплая вода и вот такая швабра с широкой губкой – это все, что нужно для идеальной чистоты в этом случае. Для того, чтобы почистить кафель в ванной, вам нужно развести обычную пищевую соду и перекись. Нанесите эту смесь на кафель, а затем мягко вотрите. 15 минут такой чистки и даже от самого глубокого загрязнения не останется и следа. Точно так же легко и быстро можно почистить акриловую ванну. Для этого вам понадобится специальное средство для акриловых ванн. Если же его нет, то подойдет любой антижир для кухни или же обычное средство для мытья посуды. Чтобы акриловая ванна всегда блестела, используйте для мытья мягкую губку или тряпочку. Нанесите средство, разотрите его по всей ванне и дайте впитаться 20 минут. После этого просто смываем теплой водой и созерцаем чистую и блестящую ванну. Ухаживайте за своим домом и создавайте в нем углы. В нашем следующем сюжете вы не увидите какой-либо полезной информации, но удивление мы точно вам гарантируем. Ведь мы покажем вам самые дорогие, необычные и поистине шокирующие дома во всем мире. Ров, наполненный водой вокруг замка, когда-то был необходимым средством обороны. Сегодня же это один из способов продемонстрировать всему миру свое богатство. Что и сделал успешный американский архитектор Чарльз Зигер. Его резиденция во Флориде – современный дом-дворец на воде. Изначально никакого озера не было, но был вырыт котлован под водоем, а посередине построено здание. Больших трудов стоило наполнить его водой до тех пор, пока дворец и прилегающие к нему площадки для отдыха не превратились в живописный остров посередине искусственно созданного водоема. Особняк канадской певицы Селин Дион расположен на острове Юпитер во Флориде. Имение занимает 222 сотки с видом на Атлантический океан. В особняке несколько бассейнов, поле для гольфа. А изюминкой на торте является свой собственный аквапарк. Это немного уродливая на вид постройка сразу и самый большой частный дом в мире, и самое дорогое жилье в мире стоимостью в 2 миллиарда долларов. Это здание Антилия, возведенное в Мумбаи, Индия, для местного бизнесмена Мукеша Амбани, пятого в мире среди самых богатых людей планеты. Его общая высота в 173 метра вместила в себя 27 этажей. На первых шести расположилась парковка на 168 автомобилей. На седьмом – личный автосервис. Далее – спа-салон, несколько плавательных бассейнов, всяческие сады и бальный зал. На самом верху находится сама резиденция семьи Амбани, а над ней – три вертолетные площадки. Небоскреб обслуживают 600 человек постоянного персонала. Плюс здание спроектировано так, что даже способно выдержать землетрясение в 8 баллов по шкале Рихтера. Несложно догадаться, что самый богатый человек Америки построил себе весьма экстравагантный дом. Речь о Билл Гейтсе и его особняке под названием «Ханаду-2.0». Особняк строился в течение семи лет, а его стоимость на сегодняшний день оценивается в 125 миллионов долларов. Немал и налог на владение такой роскошью. В 2016-м он составил 1 миллион долларов с лишним. В доме множество наворочек. Гости Билла могут легко настраивать температуру и освещение с помощью высокотехнологической системы сенсоров. В стены каждой комнаты встроены динамики, и каждый может выбрать любимую музыку, а мелодия будет сопровождать его в каждой комнате. Также у Гейтса есть любимое дерево – 40-летний клён. За его состоянием 24 часа в сутки наблюдает специальная компьютерная система, которая осуществляет полив каждый раз, когда замечает, что дереву не хватает влаги. Вот так и живём! Один из самых дорогих домов в США как раз выставлен на продажу за 250 миллионов долларов. В Лос-Анджелесе продаётся четырёхэтажный особняк площадью в 3500 квадратных метров с 12 спальнями, 21 ванной, тремя кухнями, боулингом на четыре дорожки, сорокаместным кинотеатром, панорамным бассейном, двумя винными погребами и 130 художественными инсталляциями. В цену дома включена коллекция автомобилей и мотоциклов на 30 миллионов долларов. В стоимость особняка также включены услуги семерых работников по дому на ближайшие два года. Кажется, заманчивое предложение. И последний дом, который уж точно повидал множество жарких вечеринок за время своего существования. Это шикарный особняк основателя Playboy Хью Хефнера по прозвищу Хеф. Постройка занимает площадь в 700 квадратных метров. Имеет множество спален и ванных комнат, мини-зоопарк и знаменитый грот с бассейном для любовных утех. Но больше всего дом Playboy примечателен тем, что великовозрастный создатель журнала жил там в окружении молодых моделей в возрасте от 18 до 28 лет, обычно в количестве 10 штук. И все они подчинялись строгим правилам проживания в доме Хефа, одно из которых – соблюдение комендантского часа. В 21.00 все красавицы должны были быть в своей золотой клетке. Каким бы ни был ваш дом, большим коттеджем или маленькой квартирой, в любом случае любите его и создавайте в нем уют. С вами была Алина Кузина и программа «Про всем». До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»